Здравствуйте! Это программа «Территория права» в студии Елена Чернявская. Практика наследований по завещанию только набирает обороты в нашем государстве. Между тем, более распространенным по-прежнему остается наследование по закону. Сегодня мы поговорим, что предоставляет собой очередность наследников, но прежде разберемся, по каким правилам переходит право наследования от одной очереди к другой. Я представляю гостю студии нотариус Красноярского района Ольга Александровна Портнова. Сегодня здравствуйте! Здравствуйте! Ну и традиционно мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Уважаемые телезрители, мы ждем ваших вопросов именно по этим телефонам. Мы говорим сегодня о наследстве. Это такой более распространенный вопрос к нотариусу. И в основном работаете вы по наследству. Так что же такое наследство по закону? Первый вопрос. Ну, гражданский кодекс у нас предусматривает два основания наследования. Это наследование по закону и наследование по завещанию. То есть наследование по закону это то наследование, которое не изменено завещанием. Это та очередность, которая предусмотрена в гражданском кодексе. И наследники призываются в соответствии с соответствующей очередью. То есть самая распространенная, да, самая первая очередь у нас наследников это дети, супруги, родители, наследодатели. И как бы это, ну, самый распространенный круг наследников. Ну, вот давайте рассмотрим прямо, ну, в качестве небольшого примера, такой распространенный случай, да, родители, кто-то из родителей умирает. Кто является наследниками по закону? Наследниками по закону являются их дети, их родители, если они в живых на момент смерти своих детей. Также, если у умершего есть супруг, то это его супруг, также наследник по закону. Это наследники первой очереди. У нас есть еще понятие такое наследование по праву представления. Это тоже в рамках наследования первой очереди. Призываются внуки к наследованию после бабушки и дедушки, если их родитель, который являлся ребенком, соответственно, бабушки или дедушки умер, до смерти бабушки или дедушки. То есть, соответственно, как бы внуки встают на место своего родителя, который мог бы наследовать, если бы был в живых после своих родителей. Вот вы знаете, Ольга Александровна, исходя из многочисленных вопросов от телезрителей, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов. Многие путают вот именно это понятие права представления и завещания. Это же разные вещи. Ну, это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Завещание – это воля завещателя, которую он выразил в виде составления завещания, где он мог определить круг наследников, которые туда могли войти лица, совершенно не являющиеся наследниками по закону. Либо это мог быть наследник по закону, но не первой очереди, да, а каких-то из последующих очередей при наличии наследников, опять же, первой очереди. Допустим, есть дети, но оставляют завещание сестре. Сестра, сестры, братья – это у нас наследники второй очереди, и при наличии наследников первой очереди, они не призываются к наследованию, если только в первую очередь не откажутся или не примут наследство по другим каким-то причинам. А как раз завещатель может в своем завещании, в своем волеизъявлении определить наследника, который не является первоочередным. Или, еще раз повторюсь, он может быть вообще не из числа наследников по закону, может быть, постороннее лицо, может быть, подруга, сосед, или… Ну, не родственник, да? Да, абсолютно, может быть, не родственник. Если обобщать, сказать. Спасибо. 202-11-22. Телефон на прямого эфира программы «Территория права». Подозванивайтесь к нам, уважаемые телезрители. Задавайте свой вопрос нотариусу Красноярского района Ольги Александровне Партновой. Ждем ваших вопросов. И вот давайте поговорим еще вот. Прежде хотелось бы выяснить, да, вот что может входить в состав наследства? В состав наследства входят все принадлежащие вещи, любое имущество, принадлежащее наследодателю, а также его имущественные права и имущественные обязанности. То есть не только у нас наследуются какие-то объекты, да, имущества, но и, возможно, какие-то были долги, то они тоже переходят по наследству. Не наследуются у нас те имущественные права, которые связаны неразрывно с личностью наследодателю. Пример, если можно? Ну, например, это право на получение алиментов. То есть если было право на получение алиментов и лицо умирает, то, соответственно, это право на получение алиментов, оно по наследству не переходит. То есть оно прекращается просто с момента смерти гражданина. Соответственно, если... Ну, у нас, как правило, да, это имущество, принадлежащее на праве собственности, наследуется. То есть квартиры, машины, земельные участки, жилые дома, ценные бумаги. Ольга Александровна, вы вначале сказали долги. То есть если, допустим, обязательство по алиментам не переходит наследникам, то долги, кредиты и так далее, это все переходит, если человек принял наследство. Да. Если, например, при жизни гражданин заключил какой-то кредитный договор, по которому он обязан выплачивать, то есть взял кредит и обязан выплачивать свою денежную сумму в погашение и умирает, то вот эта вот обязанность по уплате, по возврату долга, то она переходит по наследству к наследникам, но в рамках того принятого наследственного имущества. То есть граждане не будут платить, скажем, из своего кармана, то есть они будут отвечать по долгам в размере того наследуемого имущества, которое они принимают. Хорошо, ну да, а размер наследуемого имущества определяет нотариус, заказывать им самому оценку, я так полагаю, да? Или как вот тут узнать, долги или наследство? Тут имеется в виду, например, вы приняли квартиру, да, вступили в наследство, и имуществом наследствием является квартира. Если что-то еще есть, то есть наследники сами приносят нотариусу информацию, говорят, вот есть то-то, то-то, то-то. Если они чего-то не знают, и у нотариуса есть возможность заказать какие-то определенные выписки, получить информацию, нотариус также это делает. По поводу того имущества, которое окажется у нас, да, вот в рамках наследственного дела, уже и будет идти речь, вот в какой части будет отвечать по долгам. Ну, условно, будет кредитный договор, допустим, на 100 тысяч рублей, да, и будет квартира, которая стоит миллион рублей. Ну, соответственно, понятно, что 100 тысяч рублей, оно погасится, да. Ну, конечно, покрывает. Вот поэтому наследники будут выплачивать это имущество. Каким образом они будут свои деньги платить, или они реализуют это имущество, которое получили по наследству из этой суммы. Ну, здесь уже личное каждое право. Скажите, пожалуйста, переходит ли по наследству дома, квартиры, которые были у наследодателя, скажем, в ипотеке? Да, конечно, да. Ну, а он наследует имущество, и он наследует вот эту обязанность уплаты ипотеки, уплаты кредитных платежей. То есть по наследству приходят уже вот именно такие договоры. А каким образом они принимают все наследство? Может, какие-то особенности есть? Или это в порядке общего? Да нет, никаких. Обычная, да, процедура. То есть приходят граждане, приносят документы о собственности на имущество, либо нотариус заказывает выписки соответствующие из Росреестра, что сейчас вполне возможно. И если мы видим, что там находится обременение в виде ипотеки, то это указывается также в выдаваемом свидетельстве. И гражданин с документом, который получил у нотариуса, также обращается, если это в банке был взят кредит, то обращается в банк, и банк уже решает вопрос переоформления кредитного договора на наследников, и все уже отношения возникают у наследников. Были ли такие случаи, что не могут наследники платить по ипотеке, нет такого дохода, нет такого заработка, что посоветуете в таком случае? Ну, это, наверное, нужно просто обращаться в банк, в соответствующий, если это с банком были кредитные договоры заключены, и решать вопрос непосредственно с их специалистами, какие там возможные варианты существуют. Ольга Александровна, кто может быть призван к наследованию, и лица, которые могут призываться к наследованию? К наследованию призываются граждане, которые находятся в живых к моменту смерти наследодателя, а также могут призываться к наследованию зачатые при жизни наследодателя его дети, которые еще не родились. То есть, ну, понятно, что у нас срок 9 месяцев, как правило, поэтому человек мог, жена забеременела, да, а отец умер, погиб, еще какие-то ситуации там, ушел из жизни. И, то есть, ребенок зачатый, если он родится живым, то он также будет считать наследником. Скажите, пожалуйста, могут ли к наследованию по завещанию призваться также указаны и юридические лица? Да, наследодатель может составить завещание, по которому он завещает свое имущество юридическим лицам. И если это юридическое лицо к моменту, опять же, смерти наследодателя будет существовать, то оно может, как бы, обратиться к нотариусу в качестве наследника по завещанию. То есть, самое главное, чтобы оно было существующим на момент смерти, поскольку у нас юридические лица могут ликвидироваться, и на момент составления завещания у нас существует юридическое лицо, после смерти гражданина оказывается, что это юридическое лицо ликвидировалось, если уже его не существует, естественно, тогда некому наследовать. Поэтому тут самое основное с юридическими лицами, что оно должно быть в реестре. То есть это вот единственное, что можете указать? Потому что, может быть, процедура принятия наследства физического юридического лица настолько разительна, что, может быть, есть какие-то особенности? Нет, никакой такой существенной разницы нет. То есть мы проверяем, что это юридическое лицо числится в реестре, в едином государственном регистре юридических лиц, получая информацию из налоговой инспекции в виде выписки о юридическом лице, что статус у него действующий на сегодняшний момент, и, соответственно, истребуем все документы, которые подтверждают его правоспособность, это его уставные учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия лица, которая действует от имени этого юридического лица, и, собственно, процедура все та же самая, что и с физическими лицами. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что наша программа «Территория права» сейчас работает в прямом эфире. Мы ждем ваших вопросов. Сегодня гость студии Портнова Ольга Александровна, нотариус Красноярского района. Звоните, задавайте свои вопросы по наследству, возможно, по брачному договору доверенности на любой вопрос. Сегодня вас проконсультируют в прямом эфире. Нотариус Красноярского района и сайты телефона, также нотариальные палаты Самарской области периодически появляются на ваших экранах. Они также вам в помощь. В рабочее время консультанты всегда вас проконсультируют. Поэтому возьмите, пожалуйста, их себе на заметку, ну и звоните к нам в прямой эфир. Мы работаем для вас. Программа «Территория права». Ну что же, какие преимущества есть в том случае, если наследодатель оставил завещание, Ольга Александровна? Ну, опять же, возвращаясь к самому началу, да, завещание – это воля изъявления гражданина. Поэтому он волен его составить по своему усмотрению и изменить тот порядок, который установил закон. Продолжим обязательно, да? Примем звонок от телезрителей. Алло, говорите. Алло, здравствуйте. Переслушаем. Здравствуйте. Зовут меня Людмила Андреевна. Вот хотела бы у вас уточнить. Я хочу написать завещание. Куда мне обратиться? Живу в Самаре. Спасибо. Ну, завещание можно составить у любого нотариуса. Абсолютно к любому нотариусу, по месту жительства, по месту работы, где удобно, да, кто больше нравится, может быть, или какие-то свои еще причины. Абсолютно любой нотариус поможет в этом деле составить завещание. То есть самое главное, чтобы гражданин пришел и сказал, что он хочет, какое имущество, кому он завещает, да, и нотариус разъяснит ему какие-то права, ответит на вопросы возникающие, разъяснит какие-то особенности. Скажите, пожалуйста, а это вот разовый визит, да? Вот вы, я думаю, что недаром сказали о том, что близко с домом, близко с местом работы. Потому что ведь, ну, не один же раз придется приходить к нотариусу, там уточнись, какие-то бумаги, или вот сама процедура, она вообще долгая? Нет, на самом деле, если человек обращается составить завещание, это фактически вот он разовый визит, да, он пришел, составил завещание. Но у него есть право всегда его отменить или изменить это завещание. Опять же, он это может сделать у любого нотариуса, не обязательно к тому нотариусу возвращаться. То есть оставил у одного, изменил у другого? Да, у нас единая база, в любом случае это все будет видно, да, и когда на момент уже человека не будет, в любом случае это завещание будет проверяться, отменялось оно или не изменялось, нотариус будет оценивать уже предъявленный документ после смерти гражданина, потому что вступает оно в силу именно с момента смерти гражданина. Пока гражданин жив, юридической силы еще завещание не имеет, потому что, опять же, возвращаясь к сказанному, человек может изменить это завещание, отменить его полностью или в части, и тем самым у нас поменяется ситуация. Вот, поэтому по поводу того, куда обращаться, это просто чисто удобство, да, куда человеку удобно или, может быть, какие-то есть свои предпочтения, да, нравится вот этот нотариус или какой-то другой, не более того. А сколько раз он пойдет к этому нотариусу, это уже будет зависеть, опять же, от его жизненной ситуации. Он, может быть, всего один раз придет и сделает раз и до конца жизни одно завещание, а может быть, он в течение жизни несколько раз изменяет. То есть не восприняется несколько раз менять завещание? Нет, не восприняется. У нас нет никаких критериев по количеству составных завещаний. Спасибо большое. У нас есть еще очередной дозвонившийся. Здравствуйте, вы в прямом эфире программы «Территория права». Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня наследница только одна, дочь. Обязательно писать завещание на нее? Спасибо. Спасибо. Если других наследников нет, если одна единственная дочь, если гражданка хочет, чтобы... Повторите, Ольга Александровна, дочь единственная, то есть нет ни супруга, ни родителей. Нет ни супруга, нет ни родителей, других детей никого нет. Нет, умерших детей нет, у которых были бы свои дети, да, то есть внуки по отношению к лицу, который желает составить завещание. И человек хочет, чтобы все имущество, все, что у нее есть, досталось именно вот этой единственной дочери, то по большому счету нет необходимости в составлении завещания. Потому что у нас дочь, она является наследницей в первой очереди по закону. Она в любом случае будет наследницей, даже если не будет завещания. То есть будет завещание, значит, она будет наследовать по завещанию. Если завещания не будет, она будет наследовать по закону. Поэтому здесь... Но все-таки, вот мы недаром говорим на эту тему, все-таки преимущества завещания, они все-таки есть. Да, вот мы с вами начали говорить об этом. Вот продолжите мысль эту, пожалуйста. Какие еще есть плюсы в пользу все-таки составления завещания? Здесь, скажем так, если человек хочет определить судьбу своего имущества, есть несколько наследников, и он хочет, например, определить конкретно каждому, что он хочет завещать. Допустим, сыну он хочет завещать жилой дом земельным участком, а дочери он хочет завещать квартиру, вернее, хочет, чтобы досталась после его смерти квартира второму дому с землей. То есть он может в своем завещании конкретно определить. Вот это одному, это другому. То есть они также по закону являются его наследниками. Но если бы было у нас наследование по закону, они бы приняли наследство, и каждый бы унаследовал в долях жилой дом с землей и квартир. То есть у каждого была бы доля земельного участка и дома, и доля квартиры. И получается, целый объект не принадлежал бы никому в отдельности. И чтобы избежать каких-то, может быть, споров в последующем между детьми, или уже сложившийся есть порядок пользования объектом, дочь пользуется квартирой, живет в квартире, а сын больше бывает в доме, на даче, больше как-то туда физически вкладывается, то вполне гражданин может определить и разделить конкретные имущества. То есть это вот, скажем, самое такое наглядное, наверное. Также может определить неравные доли. То есть по закону у нас все наследники соответствующей очереди наследуют в равных долях. Если иное, вот у нас не оговорено, не изменено завещание, завещатель может поменять порядок и поменять размер долей. То есть он может одному завещать больше, другому меньше. То есть не конкретное имущество, как мы в первый раз говорили, дом, земля, квартира, машина, да, а квартиру, например, да, но в долях таких одну третью сыну, две третьих дочери. То есть уже неравная доля. То есть опять же это выбивается из порядка наследования по закону. Мы сейчас, очень наглядный пример, спасибо большое, но вы сейчас не упомянули о супружеской доле. Если, допустим, жив один из супругов, и наследодатель хочет составить завещание, то как же быть здесь... Мы говорили с вами только о том имуществе, которое является наследственным имуществом. А наследственное имущество – это только то, которое принадлежит непосредственно умершему. Соответственно, если умершему принадлежит квартира, которая приобретена была в период брака с супругом, то эта квартира, независимо от того, что титульным собственником, то есть документом является полностью умершей, она не является юридически полностью его. Там есть доля супруга, которая, естественно, должна быть отделена... То есть полностью облегчить завещать? Нет, завещать можно все что угодно, даже то имущество, которое еще нет в наличии на сегодняшний день. То есть можно завещать какую-то квартиру, которую мы предполагаем приобрести. Будет она или ее не будет на момент смерти, это же будет решаться на момент открытия наследства. Так что касается супружеской доли, то есть если у нас речь идет о том, что в наследственное имущество входит квартира, которая является совместной собственностью супругов, то есть приобретена возмездным сделком в период брака, то мы сначала должны, естественно, определить, что же является наследственным имуществом и убрать все, что не касается этого имущества. То есть супружескую долю мы выделяем и выдаем свидетельство о праве собственности супруги на вот эту дольку, которая ее... И только половина, потому что у нас по закону у нас доли супругов считаются равными, и половина уже идет в наследственное имущество и наследуется в тех долях, в которых у нас вступили наследники. Поэтому здесь, естественно, мы не можем их смешать и все вместе... Ну а в дальнейшем, допустим, можно подарить, продать и так далее и тому подобное, да? Ну, наследники... И вынесли полностью объект? Нет, наследники у нас следуют, когда объект определяется, кто в какой доле собственник, и они уже определяют дальнейшую судьбу этого имущества, в том числе распоряжаясь, кому-то продавая или даряя этот объект целиком, или опять же кто-то своими долями может распоряжаться с соблюдением норм закона. Ну да, норм закона, разумеется. Спасибо. Продолжаем программу, продолжаем принимать ваши звонки. Время у нас еще в передаче есть. Дозвонились, но если вдруг линия занята, набирайте снова 202-11-22 телефона прямого эфира. Скажите, пожалуйста, Ольга Александровна, существуют ли какие-то требования к составлению завещания? Ну, предположим, может ли человек дома от руки написать завещание, прийти и вот... Звоночек есть, примем? Потом ответите. Да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. У меня квартира трехкомнатная. Мой сын, она у нас практизирована в равных долях. И вот у меня сын сейчас хочет, чтобы я ему свою долю при жизни подарила. Сделала на него дастанную. И что меня вот это вот ждет после этого? Вопрос актуальный, слушайте ответ внимательно, потому что... Значит, вопрос по дарению имущества подаренное является собственностью того гражданина, кому в чью пользу подарили. Соответственно, если у нас телезрительница дарит свою долю квартиры своему сыну, то собственником целой квартиры становится ее сын. Соответственно, в дальнейшем все вопросы, распоряжение, желание какие-то продать эту квартиру или подарить, это уже будет принимать решение сын единолично. Безведомо. Ну да, может и не советоваться со своей мамой, которая ему подарила полквартиры. Соответственно, какие могут быть последствия отрицательные? Ну, во-первых, маме, может быть, это не захочется, чтобы эту квартиру продавали, да, и она там проживает, и она хочет дальше жить, но сын может... Прав на нее уже никаких не будет. Прав на нее никаких не имеет, да. Соответственно, сын без ее ведомо может продать и поставить ее в известность перед фактом. И дальше как складываться будут их отношения, куда, где мама будет жить, да, с ним ли вместе, захочет ли она в таких условиях жить, на таких каких-то правах, да. И, естественно, какие-то вопросы могут возникнуть. То есть сегодня хорошие отношения, все всех устраивает, а в дальнейшем, может быть, измениться отношения и с сыном могут измениться. И мы не можем предположить, что дальше будет. Самое главное, чтобы человек понимал, если он дарит, он уже не собственник, он уже не хозяин, но он уже не принимает решения по дальнейшей судьбе этого имущества. То есть собственником в данном случае полностью квартиры будет являться сыном, и им никаких прав. Да, и поэтому, конечно, если нет никаких опасений и, не знаю, каких-то темных мыслей о том, что может пойти никак, ну, да, дарит. А если есть какие-то опасения или просто здравый смысл, да, то, возможно, и есть смысл воспользоваться вот таким документом, как завещание. Потому что все-таки завещание, это составляется на случай смерти. Пока гражданин жив, то имущество является его собственностью, и только после смерти это имущество перейдет к тому лицу, которого он непосредственно указал в завещании. Опять же, это актуально, как мы говорили, когда есть несколько наследников, а вот, например, есть, кроме этого, сына еще кто-то, а вот хотим сыну. Сын живет в этой квартире, имеет там половину, пользуется этой квартирой. И если всех, как бы, саму маму устраивает, что она хочет, чтобы ему досталось целиком, она может сделать на него завещание и жить спокойно. Уверенный в завтрашнем дне. Ольга Александровна, мы начали с вами говорить о требованиях к составлению завещания, так вот, озвучите их, пожалуйста. Ну, завещание, естественно, должно быть оформлено в песенном виде и нотариально удостоверено. Это обязательное требование. Есть завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенному. То есть у нас есть такая статья в Гражданском кодексе. Это касается полномочий сельских администраций, там, где у нас они получили такие полномочия, удостоверять завещание, консульские учреждения, а также лица у нас военнослужащие в пунктах дислокации воинских частей, также там командир части может удостоверить завещание. Граждане, которые находятся в плавании на судах. То есть есть вот ряд таких лиц должностных, полномочных, которые могут удостоверить завещание, и оно будет приравнено к нотариально удостоверенному. Но все-таки общий порядок – это нотариальное удостоверение. То есть если человек захотел составить завещание, нужно взять документы на объект, принадлежащий, прийти к нотариусу, и нотариус уже в дальнейшем оформит этот документ. У нас есть еще звоночек, примем его. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а могу ли я сделать завещание на детей, но не указывая своего супруга? Спасибо, интересный вопрос. Да, конечно. Опять же, возвращаясь к начале темы, что завещание – это воля изъявления наследодателя. Соответственно, мы сами определяем, то есть гражданин, который хочет сделать завещание, определяет, кому и что он завещает. Если вы хотите только детям завещать, то, пожалуйста, вы можете составить такое завещание. При составлении завещания нотариус всегда разъясняет, что у нас есть ограничение, это есть такая статья об обязательных наследниках. То есть наследники, которые независимо от содержания завещания имеют право унаследовать долю от имущества. И сюда относятся… Что это за категория? Да, это у нас наследники первой очереди, дети, супруги, родители, которые являются нетрудоспособными по возрасту или по состоянию здоровья на момент смерти наследодателя, а также и ждевенца наследодателя. Так если у нас, скажем, лицо, которое сделало завещание на своих детей, не поименовало супруга, супруг к моменту смерти будет являться либо пенсионером по возрасту, либо он будет иметь инвалидность, то он сможет претендовать на обязательную долю, независимо от того, что наследодатель у нас решил завещать все детям. То есть это разъясняется, это статья, которая определена законом, и ее избежать нельзя. Ольга Александровна, скажите, а если, допустим, вот вы просто не упомянули, я могу ошибаться, если, допустим, вот эта квартира, которую телезрительница хочет завещать своим детям, приобретена на средства материнского капитала, там же тоже определяется доля супруга, верно? Да, но это должно быть определено. То есть у нас же как, если на средства материнского капитала приобретается, они должны либо это на всех оформить, там в зависимости от ситуации, как используется этот материнский капитал, каким образом направляется. Ну, погашение кредита, или сразу при покупке, сразу на всех приобрели, или только сначала титульным собственником стал один из членов семьи. Да, к сожалению, вынуждено вас остановиться и поблагодарить за очень интересный информативный эфир. Спасибо вам большое. Продолжим обязательно эту тему, но только в следующей программе. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, просмотрели программу «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова